Приветствую вас! Вы в своем сообщении использовали такую фразу, как граница личности и то, что ваш муж, тиран, ее нарушил. Это самая граница личности. И, во-первых, если вы от своего мужа ушли, вы совершили первый и самый главный поступок. Вы от него ушли, вы сделали так, что он больше не может вам вредить, и это прекрасно. Границы личности, чтобы помочь вам восстановить границы личности, нужно вообще-то говоря сперва понять, где же они, эти самые границы личности. И если мы говорим про личность, то необходимо, в первую очередь, необходимо понять нам, где ваша личность. Где вы сами, я имею ввиду, где вы как личность, не как мать, не как жена, даже не как женщина, а именно как личность. Где вы? Где вы, культурно-исторический субъект. Где та ваша сердцевина индивидуальности и уникальности. Из-за чего вы решили, что ваш муж задел, как бы нарушил именно эту границу. Откуда вы знаете, что именно эта граница была вашим мужем нарушена? Вот лично у меня складывается ощущение, что мужчина повлиял на вашу самооценку, на вашу гордость, на ваше самолюбие, на ваше представление о себе. Но никак о личности, заметим, никак личности, потому что дело не в ней, как личности, как субъект историческо-культурной линии. Вряд ли мужчина вас смог как-то задеть, но он задел вас совсем иначе. Он задел вас на уровне, я бы сказал, на уровне социальном и на уровне гендерном. И в первую очередь, чтобы понять и определить, что именно восстанавливать, и нужно ли восстанавливать вообще, необходимо четко понимать, что мужчина преследовал свою цель, тираня вас, и у вас, у вас, у самой, выработалась, скорее всего, определенная привычка подчиняться, слушаться, терпеть и так далее. И все это связано с тем, что вы, простите, отвыкли прислушиваться к себе. Вы не прислушиваетесь к себе, и из-за этого все ваши проблемы. Если вы будете прислушиваться к себе, если вы вновь будете слушать только себя и отдавать предпочтение своим, именно своим ценностям, именно своим переживаниям, именно своим взглядам и так далее, то границы, ваши границы будут вновь восстановлены. Только так и никак иначе. Еще раз повторю, я не думаю, что были нарушены именно ваши личностные границы. Я думаю, что были нарушены другие, иные границы, не личностные. Но, по моему мнению, по моему мнению, поработать нужно сперва именно с этим. А потом, если выяснится, что там у вас, например, все хорошо, тогда уже можно будет думать и про что-то другое. Ну, например, про то, что вы говорите. Вот, про то, что... про вашу личность. А мужчина внушил вам, я так подозреваю, определенные отношения к себе. Мужчина внушил вам, что вы хуже, чем вы есть на самом деле. И то, что сейчас вам нужно для себя понять, это то, что ему, мужчине, это было как раз необходимо и важно, чтобы вы так думали. Чтобы вы думали именно в том ключе, что, простите, вы хуже, он лучше, и он имеет право делать все, что делал, и говорить все, что говорил. И вот это как раз и является основной целью мужчины. Внушить вам, что вы хуже, чем вы есть на самом деле. И начинать восстанавливать границу нужно именно с того, что не вы такая плохая, например, какая-то, а именно мужчина внушил вам, что вы хуже, чем вы есть на самом деле. Почему? Потому что ему так удобней, потому что ему так комфортней, потому что ему так выгодней. Именно поэтому мужчина так и сделал. И чем быстрее вы это для себя поймете, чем быстрее вы это для себя сделаете, ну, близким, сделаете собственным изречением, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет для вас. Ну, а дальше уже можно говорить о том, какие еще границы и почему были нарушены. Кстати, отдельно, отдельного разговора определенно заслуживает то, а почему и как вы вообще позволили себе оказаться в этой ситуации? Как вы позволили себе оказаться в этой ситуации? Зачем, для чего, что вами двигало? Вот это тоже очень-очень важный момент. Если вы сможете разобрать это, или если вы как минимум об этом поговорите с выбранным вам специалистом, а вам именно нужно выбирать специалиста, потому что одним ответом вашу проблему не решить, то это неплохое направление вашей деятельности будет по обретению гармоничности, по обретению себя, по восстановлению своих ценностей. Я полагаю, что когда вы говорите про границы личности, вы имеете ввиду именно это следование и стремление к вашим ценностям. Если я прав, что это здорово, цель ваша хорошая, теперь осталось не только работа. Чем быстрее вы начнете над этим работать, тем быстрее будет результат, и тем быстрее вы забудете как страшный сон все то, что с вами произошло. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! удачи!